Образ Пресвятой Богородицы в русском искусстве занимает особое место, ведь через него нам раскрывается вся глубина богочеловеческих отношений. Широкое распространение на Руси богородичных икон свидетельствует о её близости православной душе. В Библии образ Богоматери зеркален образу Евы. Как через одну женщину на землю вошёл грех, а с ним и смерть, так через другую женщину пришло в мир спасение, и родился Спаситель. Богородицу традиционно принято изображать в вишневом мафории, покрывале, спускающемся с головы до пят, синей туники и голубом чепце. На мафории, как правило, изображаются три золотые звезды, как знак её непорочности. Непорочно зачала, непорочно родила, непорочно умерла. Сам плат мафории означает материнство Марии, а прикрытое им синее платье или туника символизирует её девство. На большинстве икон Богородицы изображена с младенцем Христом. Но даже когда она изображена одна, Христос незримо присутствует, потому что Богоматерь связана с Ним теснейшими узами. Эта связь отражена даже в цвете. Одежда обоих окрашена в красный и синий цвета. Но зеркальное расположение этих цветов отражает глубокий богословский смысл. Христос – это Бог, ставший человеком, а Богоматерь – земной человек, через которого Бог воплотился. На древнейших, дошедших до нас изображениях, Богородица сидит на троне с младенцем в руках. В русской иконографии этот образ известен по древней Печорской иконе. Именно к иконографии Богородицы на троне некоторые исследователи возводят один из самых распространенных типов изображения – Адигитрию. Адигитрия в переводе с греческого означает «путеводительница». В этом названии заложена основная концепция всего образа Богородицы. Матерь Божия показывает нам путь из тьмы в Божий свет от греха к спасению. Путь истинный – путь ко Христу. Об этом говорит жест правой руки Богородицы, который указывает нам на Богомладенца Христа, восседающего на левой руке и опирающегося на свиток – Закон. Христос, как глава Церкви, как законодатель, богословляет всех, идущих путем совершенствования. И на этом нелегком пути у нас есть помощница – Пресвятая Богородица. По преданию, самая первая Адигитрия, влахернская икона, была написана евангелистом Лукой и стала охранительницей Константинополя. Этот тип богородичных икон получил необычайно широкое распространение во всем христианском мире, а особенно в Византии и в России. Как правило, Богородица здесь представлена в поясном изображении, но известны и сокращенные, оплечные варианты. Например, Казанская икона. Один из основных типов изображения Богоматери носит название Аранта, что в переводе с латыни означает «молящаяся». Пресвятая Дева представлена здесь как символ Церкви и изображена безмладенца, с поднятыми и раскинутыми в стороны руками и ладонями, раскрытыми наружу. То есть в традиционном жесте заступнической молитвы. Первое изображение Богородицы, Аранты, встречается уже в римских катакомбах. Наиболее широкое распространение эта иконографическая композиция получила в послеэконоборческий период. В апсиде Софийского собора в Киеве находится одно из известнейших мозаических изображений Аранты, носящее название «Нерушимая стена». В русской традиции популярен особый вид иконографического типа Аранта, именуемый знамение. Это изображение Богородицы с младенцем Христом в иконографии Эммануила. Обычно Христос здесь изображается в круглом медальоне на уровне груди матери. Знамение – это в определенном смысле образ Благовещения и предзнаменование Рождества Христова и следующих за ним евангельских событий. Еще один тип изображения Богородицы без младенца в русской иконописи получил название «Боголюбская» по имени князя Андрея Боголюбского, которому было чудесное видение Богоматери. Князь повелел написать особую икону, изображающую это видение. Подлинная Боголюбская икона находится во Владимире и считается чудотворной. Богородица здесь изображена заступницей, которая обращается с молитвой к своему сыну. Во многих вариантах иконы к Богородице коленопреклоненно обращаются предстоящие, состав которых меняется в зависимости от иконографического извода. Чаще других среди преподающих изображается Андрей Боголюбский. Следующий тип Богородичных икон на Руси получил наименование «умиление». В греческом варианте этот тип икон называется «гликофилуса», то есть «сладкое лапзание». Это наиболее лиричный из всех типов икон. Он открывает интимную сторону общения Матери Божией со своим сыном. Голова Марии склонена к сыну, а он обнимает ее рукой за шею. В этой трогательной композиции заключена глубокая богословская идея. Здесь Богородица явлена нам не только как мать, ласкающая сына, но и как символ души, находящаяся в близком общении с Богом. Иконографический тип умиления по преданию восходит к святому апостолу и евангелисту Луке. Именно он считается автором изображений, в списке с которых впоследствии распространились по всему православному миру. Разновидностью иконографического типа умиления является тип взыграния. Иконы подобного рода в русском искусстве встречаются нечасто. Примером может служить Яхромская икона Божьей Матери. В этой композиции присутствует характерный жест. Младенец – Христос рукой касается лица Богородицы. В этой маленькой детали скрыта бездна нежности и доверия. Еще одна разновидность иконографии умиления – это икона Млекопитательница. Здесь изображена Божья Матерь, кормящая грудью младенца Христа. Мать скармливает сына, также она питает наши души. Также и Бог кормит нас чистым словесным молоком, дабы мы, возрастая, переходили от пищи молочной к твердой. Наименование последнего типа – Акафисный. Основной смысл икон этого типа – прославление Матери Божией. Сюда следует отнести изображение Богоматери с младенцем на престоле. Основной акцент этих изображений – показать Матерь Божью, как Царицу Небесную. Вершиной Акафисных иконографий следует признать образ «А тебе радуется обрадованная всякая тварь». Это по-своему интересная иконография. В основе ее лежит идея прославления Богоматери. В центре изображается Богородица с младенцем Христом на престоле, в сиянии славы и окружении сил небесных. Многоглавый храм, окруженный цветущими деревьями, – это образ небесного Иерусалима. В нижней части иконы, у подножия престола, изображаются люди, пророки, цари, святые разных рангов и просто народ Божий. Все они прославляют Пресвятую Богородицу. Пресвятую Богородицу.